Говорят, что план рассадки на свадьбе не особо-то и нужен. Давайте разберемся, в каких случаях действительно можно обойтись без плана рассадки, а в каких без него вообще никуда. Готовы? Погнали! Итак, давайте прежде всего поставим сразу же пальчик вверх этому видео, сразу же подпишемся на альтернативные источники связи со мной, на мой телеграм-канал Яндекс.Дзен, на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм, чтобы нам точно наверняка с вами не потеряться ни при каких обстоятельствах и продолжить готовить ваши потрясающие, красивые, продуманные свадьбы. Итак, на каких же свадьбах все-таки можно обойтись без плана рассадки? Давайте постепенно будем разбираться. Отдельно хочу рассказать вам про план рассадки. План рассадки у нас сегодня тоже рядом с такой большой конструк, композицией. Без плана рассадки можно обойтись, если для вас не принципиально кто и где сидит. Ну, без разницы, да, как гости сядут, так и будет хорошо. Есть, конечно, другая страна медали, для вас-то может это быть не принципиально, но для гостей иногда это прям проблемка, потому что они понимают, что так хотелось сидеть вот с тем-то человеком, но я не успел занять место, поэтому мне приходится сидеть за столом со старшим поколением, а мне не особо интересно сидеть за столом со старшим поколением, но куда деваться, да, места не осталось, не хватило. И поэтому здесь это чревато тем, что гости будут заранее забегать в зал и бронировать себе места, если нет никакой обозначенной рассадки. То есть есть две стороны медали. С одной стороны, вам-то может быть не принципиально, а для гостей это может быть такая небольшая проблемка. Второе, в каких случаях также можно обойтись без плана рассадки, это когда не особо много гостей, когда вы понимаете, что у вас маленькая камерная свадьба, и, в общем-то, все друг друга знают, и там совершенно не принципиально, кто где будет с кем сидеть, потому что все это родственники или все это друзья, и все друг с другом близко, хорошо знакомы, и всем в любом случае будет комфортно сидеть друг с другом. Итак, третье, в каких случаях можно обойтись без плана рассадки, если нет никаких разногласий между гостями. Ну, то есть все дружат, никаких сложностей, опять же, да, нет. Дальше, если у вас всего один стол, это пункт номер 4, если всего один стол, и все гости у вас сидят за этим одним столом, то здесь также можно обойтись без плана рассадки, но единственное, что, опять же, если у вас всего один стол, я очень рекомендую все-таки выделить место жениха и невесты, да, чтобы не получилось так же, да, что за этот один стол все сели, а жених с невестой приходит, и тут осталось одно место, и там в конце стола осталось одно место, и приходится рассаживаться. Ну, то есть это просто неловкая ситуация будет, получится, что жених и невеста, ну, как-то вот не знают, где сесть. Поэтому лучше заранее сразу обозначить места жениха и невесты, даже если у вас нет плана рассадки, чтобы гости понимали, что вот за эти места садиться нельзя, потому что это места для молодоженов. И пятый случай, да, когда можно обойтись без плана рассадки, это если у вас есть несколько координаторов, если вы понимаете, что у вас будет фуршет, и вы заранее договорились с несколькими координаторами, что координаторы смогут скоординировать ваших гостей и сориентировать их, где будет сидеть каждый гость. И здесь нужно заранее еще договориться с ведущим, чтобы ведущий объявил в микрофон, да, что, дорогие гости, у нас есть координаторы, вот у нас там три человека или пять человек, и они помогут вас сориентировать, за каким столом вы сидите. Каждый, пожалуйста, подойдите, спросите у них, за каким столом вы сидите. Мы сейчас не говорим про ситуацию, когда пять координаторов, но времени нет, все пришли прям четко к банкету, и вот уже надо всем рассаживаться, потому что это будет толкучка, пока координатор нашел имя этого гостя, фамилию этого гостя, это все равно затраченное время. Поэтому, если есть время, если есть фуршет, например, да, на протяжении часа, и гости спокойно могут подходить к координаторам и узнавать, где, за каким столом они сидят, и чтобы координатор еще там визуально показал, что вот ваш стол находится вон там, то да, в таких случаях тоже от плана рассадки можно отказаться. Во всех остальных случаях, девчоночки, я очень рекомендую вам все-таки делать план рассадки. Даже если вам кажется, что это лишняя трата денег, да зачем мне это нужно, я все-таки действительно рекомендую делать план рассадки, потому что действительно вы таким образом облегчите жизнь не только себе, не только своим помощникам, да, которые будут на вашем мероприятии, но и гостям, чтобы не было такого, что маме не хватило места, и мама находится там за самым крайним столом где-нибудь на отшибе за колонной. Да и она всю свадьбу не видела, потому что, ну вот, перед ней была колонна, места не хватило, потому что она в этот момент бегала, там, решала какие-то вопросы. Если говорить про затраты, а ведь частенько молодожены не делают план рассадки только потому, что считают, что это дорого, что это затратно, и что это лишняя трата денег, да, то есть если вы волнуетесь по этому поводу, то можно совершенно бесплатно, я хочу вам сказать, сделать план рассадки на свадебном портале Event4Me. Я вам обязательно оставлю ссылочку в описании к моему видео. И как это можно сделать, я вам сейчас покажу. То есть вы заходите, выбираете раздел «Приглашения», и здесь свадьбу приглашения, сохранение даты и так далее, да, разные вкладочки, что можно сделать. Выбираете таблицу рассадки, у вас вот разные варианты таблиц рассадки, выбираете то, что подходит вам под стиль вашего мероприятия, и совершенно бесплатно, заметьте, совершенно бесплатно вы можете сделать план рассадки на ваше мероприятие, поменяв, в общем-то, только вот имена гостей, да, и вписав тех гостей, которые подходят там, которые на ваше мероприятие. Ну вот я не буду сейчас так сильно вписывать, да, но чтобы вы понимали, что это всё меняется, и это можно спокойно сделать без каких-либо проблем. То есть просто взяли и сделали. Ну что ж, дорогие мои, я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, а нужен ли план рассадки на мероприятие, в каких случаях можно обойтись без него. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте пальчики вверх, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик и подписывайтесь на альтернативные источники связи со мной, и, конечно же, можете, повторюсь, абсолютно бесплатно, спокойно сделать план рассадки на свадебном портале Event4Me. Вам останется только распечатать. Кстати, эти планы рассадки можно распечатать не только в формате общей таблицы, да, как это сделано здесь на портале Event4Me, а вы можете создать вот этот план рассадки, вырезать, да, и, например, приклеить к зеркалу, да, или, там, прицепить на прищепки и так далее. То есть абсолютно по-любому как удобно обыграть этот план рассадки так, чтобы это было красиво и подходило под стиль вашего мероприятия. Ну, в общем-то, я абсолютно уверена, что вы у меня творческие, что вы справитесь, и всё будет действительно, что у вас действительно получится красивая, современная, продуманная и интересная свадьба. Всё, всех обнимаю, дарю вам лучики тепла, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok